Мягкая зима и ранняя теплая весна поспособствовали тому, что в этом году сезон клещей начался очень рано. Все чаще и чаще ветеринарные клиники приводят собак с подозрением на пероплазмоз. К сожалению, не существует средства, которое давало бы 100% гарантию защиты от укусов клещей. Однако это не значит, что вы не должны заниматься профилактикой. В этом сюжете мы расскажем, чем обрабатывать свою собаку и почему средства защиты не всегда работают. Подпишись на мой канал и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Поставь лайк и познакомься с моей собакой Джеки. Оставь комментарий и я обязательно его прочту. На сегодняшний день существует огромное количество препаратов для защиты от укусов клещей. Многие из них предлагают также дополнительную защиту от блох и гельминтов. Но все их условно можно разделить на два вида. Для наружной обработки собаки и для приема внутрь. К наружным средствам обработки относятся капли на холку, ошейники, спреи. Для приема внутрь – таблетки. В препаратах для наружной обработки самым эффективным и безопасным действующим веществом считается фипронил. Капли на холку, ошейники, то есть механизм действия таков, что они всасываются в кожу, волосяные фолликулы, сальные железы и действуют как нейростимулятор. То есть они парализуют родовой аппарат паразита и не дают ему отравить животное. Препараты для приема внутрь действуют немного иначе. Средство через желудочно-кишечный тракт попадает в кровь и через кровь распределяется по всему организму. Клещ начинает ползать по собаке, ища место для лучшего его прикрепления. Поскольку препарат уже начал действовать, клещ получает свою порцию яда и не способен прикрепиться, и чаще всего засыхает на собаке. Выводятся эти препараты в основном скалом, поэтому не стоит бояться того, что у животного пострадают печень или почки. Перед применением любого препарата обязательно читайте инструкцию. Большинство случаев заражения происходит именно от того, что неправильно использовали средства защиты или не соблюдали сроки обработки. Ведь если в инструкции написано «срок действия 30 дней», это значит ровно 30 дней, а не месяц. Кроме того, учитывайте, что некоторые препараты начинают действовать не сразу. Были случаи, когда капли на холку применяли внутрь. То есть мало того, что препарат не поможет, так и животное еще и получилось свое отравление. Ошейники применяют очень часто неправильно, не зная, что их надо немножко растянуть или увлажнить. Неправильно их одевают, то есть ошейник не соприкасается с кожей. Также, что после применения капель начинают животное мыть, и тем самым действие капель ослабевает. И если вы все еще думаете, что клещи обитают только в лесу и лесопарковых зонах, то вы серьезно ошибаетесь. Теперь их можно встретить и в городе. При этом они не живут на деревьях, откуда падают на вас и вашу собаку. Они сидят на мелких кустарниках и в траве и ждут, когда мимо них кто-нибудь пройдет. Если даже мы не обнаружили клеща, надо срочно показаться ветеринару, потому что симптомы могут быть разнообразны и могут привести к гибели питомца. Чаще всего мы замечаем то, что животное становится слабым, вялым, апотечным, отказывается от корма, повышается температура, темнеет моча или становится кроваво-красного цвета. Потом животное не может встать на задние лапы, повышается температура, желтеют слезистые оболочки, животное просто ложится и погибает в течение нескольких дней. Помните, не существует препарата, способного защитить вашу собаку от пероплазмоза на 100%. Тем не менее, профилактика очень важна, ведь риск заражения существенно снижается. Подпишись на мой канал и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись!